МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Закон для всех. Сегодня день Конституции России. Рецепт социального здоровья. Госсовет Чувашии предлагает новые меры борьбы с фанфуриками. Вольно же вам, девушки! В Чебоксарах прошел открытый Кубок России по женской вольной борьбе. Сегодня Михаил Игнатьев в Оренбурге принял участие в селекторном совещании под председательством Дмитрия Медведева, где обсуждались вопросы охраны здоровья матери и ребенка. Голова Чувашии выступил с докладом о роли реабилитационных технологий в снижении младенческой смертности в республике. Сегодня день Конституции Российской Федерации. Основной закон был принят в 1993 году. Конституция – особый правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Она определяет форму государства, основы его политической, правовой и экономической системы, закрепляет основные обязанности и права человека. Конституция соединила два базовых приоритета. Высочайший статус прав, свобод, граждан и сильное государство, подчеркнув их взаимную обязанность уважать и защищать друг друга. 23 года назад Конституция России внесла столь необходимую и долгожданную ясность. Действие предыдущей советской конституции 1978 года слишком затянулось. Она уже не соответствовала общественно-политической ситуации в стране. Новая конституция упразднила советы, закрепила государственный строй, определила систему высших органов власти, три ее ветви. В нашей республике гарантом Конституции и защиты прав граждан является глава Чувашии. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом корпорации «Техно-Николь» Сергеем Колесниковым. Они посетили Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства и протестировали трассу биатлонного комплекса. Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства сотрудничает со строительной академией «Техно-Николь». Благодаря созданию профильного учебного центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации здесь ежегодно получают дополнительную профессию около 650 человек. Компания «Техно-Николь» планирует и в дальнейшем расширять образовательные программы для студентов строительного профиля. Мы хотим заниматься продолжением обучения студентов строительных организаций, работать с проектировщиками и с инженерами строительного надзора и ЖКХ. Мы взяли на себя такую задачу. Очень активно участвовать не только в том секторе, где мы работаем, а мы производим строительные материалы, кровельные, теплодизационные, но также активно взаимодействовать с нашими проектовочными организациями и с подрядными организациями, чтобы избежать ошибок. Вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия обсудили на рабочей встрече. Глава Чуваши отметил, инвестиции в образование неизменно приносят хорошие плоды. Сделали для нашей молодежи прекрасные условия для обучения, для воспитания и для получения навыков, которые на сегодняшний день они получают, и работодатели за ними сегодня в очередь устраиваются. Студенты, они находят достойное рабочее место и практически вопросы самореализации снимаются. По словам Сергея Колесникова, корпорация будет и дальше сотрудничать с Чуваши в сфере образования. Сегодня производству не хватает химиков, инженеров, электронщиков и технологов. На встрече обсудили возможность открытия на территории республики одного из производственных комплексов корпорации. Республика является очень интересной и конкурентной по сравнению с другими регионами страны, отметил Сергей Колесников. Глава Чуваши и президент корпорации Техно Николь протестировали и трассу Чебоксарского биатлонного комплекса. По мнению обоих, лыжи – один из самых лучших зимних видов спорта. И конкурентной по сравнению с территорией республики одна отметила Сергей Колесников. Глава Чуваши и президент корпорации Техно Николь протестировали и трассу Чебоксарского биатлонного комплекса. Четырех миллиардов рублей – такого в бюджет дорожного фонда в Чувашии на этот год. На ежедельном совещании членов правительства обсуждали, почему не все средства потрачены, и когда будут сданы все объекты дорожного хозяйства, запланированные на 2016 год. В 2016 году построено 25 километров дорог разного значения, 13 километров линии электропередачи, отремонтировано 195 километров дорог, 200 дворов и подъездов к ним. На конец года, по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, неосвоенными остаются около 900 миллионов рублей. Он состоит из 175 миллионов рублей федеральных и 732 миллионов рублей республиканских средств. Сегодня практически все дорожные работы закончены, кроме содержания. Идет оформление объектов. Остаток образовался из банкротства Чувашавтодора, производственной мощности которого в 2016 году не были задействованы в дорожных работах. Кроме того, есть проблемы с содержанием дорог. Так много нареканий на работу фирмы «Меридиан», которая должна была очистить трассы в пяти муниципальных районах республики. Они заключили контракты по пяти районам. Как раз в этих районах у нас самые большие проблемы. Это вот часть Чебоксарского района, Аликовский район, Ядринский район. Значит, вот здесь, конечно, больше всего проблем. Вы как будете этот вопрос закрывать? Потому что буквально недавно МВД внесло по этому поводу предписание содержания компании «Меридиан» в прошедшем месяце. Значит, сегодня в «Меридиан» уже выставлено более 300 тысяч штрафов. Значит, постоянно мы мониторим эту ситуацию. Дважды уже проводили совещание с приглашением и учредителей, и генерального директора. Вот, несколько раз выезжали на эти дорогу. Конечно, ошибки были допущены в тот момент, когда вот прошел дедной дождь, не успели обработать реагентом. Образовалась наледь, и, конечно, сейчас трудно с ней бороться. Поэтому сейчас предпринимаем все усилия для того, чтобы убрать эту наледь и очистить дороги от льда. На совещании раскритиковали ход работ по реконструкции дороги Марпасад-Кушниково. Из четырех километров твердого асфальтового покрытия не отремонтировано ни километра. Уложена только щебенка. Подрядчик – фирма «Воддорстрой». Также не выполняется контракт по реконструкции Ядринского моста. Эти объекты финансируются из федерального бюджета, и вполне возможно, что Росавтодор применит санкции. А вот республиканский Минтранс будет применять санкции к дорожникам, которые укладывали асфальт в снег в поселке Вурнары. Этот ролик появился в сети и сделал много шума. Министерство транспорта и дорожного хозяйства не будет оплачивать работы по контракту. Также не получат остаток средств в этом году строители объекта на улице Айги. У Айги также работы подрядчикам ведутся. Мы планируем ввести дорогу в эксплуатацию с замечаниями, которые будут устранены подрядчикам весной 2017 года. То есть остались работы, которые в нынешних условиях выполнить уже невозможно. До 20 декабря планируют сдать дорогу в новом городе. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. На планерке обсудили вопросы строительства в Чебоксарах будущего планетария. Премьер-министр Чуваши Иван Маторин поручил до середины января завершить работу над проектно-сметной документацией и рассмотреть выделение средств на строительство планетария в 2017 году. В Республике завершился второй форум некоммерческих организаций. Два дня участники сессии «Чуваши. Будущего. Стратегия. Развитие. 2030» обсуждали возможные точки роста. Сотни активистов приняли участие в интеллектуальном штурме. К участникам форума присоединился глава Республики Михаил Игнатьев. Понятно, мы вместе с вами удовлетворить все просьбы, все те предложения, которые поступают, просто не сможем. Но наша задача была, и она истается, чтобы мы всегда учитывали мнение абсолютного большинства жителей Чувашской Республики и от этого уже принимали соответствующие решения. Благодаря совместной работе представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций удалось сформулировать 11 проектов по развитию культуры, экономики, здравоохранения, образования. Уникальность форума в том, что каждый проект проходит общественный фильтр, а это значит, что лишних людей и идей здесь быть не может. Смысл нашего проекта заключается в том, чтобы готовить не отдельных специалистов, а управленческие команды, либо команды специалистов технических и иных под конкретный проект, либо под конкретный запрос. Для того, чтобы идеи обрели плоть и кровь, необходимо финансирование. Извечный вопрос, где взять деньги, тоже всесторонне обсуждался на форуме. Ресурсы у нас есть. Прежде всего, это малый и средний бизнес. Как бы это ни звучало, тем не менее, это реально. Они могут поддержать, они могут положиться. Ну и не говоря уже о том, что в реальной степени в этом заинтересованы федеральные, правительство, соответственно, федеральный бюджет будет участвовать и региональный бюджет. В республике уже есть удачные примеры реализации проектов с государственной поддержкой. Научно-техническая лаборатория «Интеллектуариум» для раннего развития детей. «Общее дело» по обучению пенсионеров в компьютерной грамоте и другие. И везде инициаторами и исполнителями выступали некоммерческие организации. Ну, в общем, много-много бед у нас в стране, к сожалению, пока. И вот некоммерческие организации, они все-таки как раз на острие вот этой борьбы за социальные права, то есть за справедливость. Я не видел ни одного человека, который бы занимался бы общественной работой, у которого не горело бы, так скажем, сердце. В Чувашии зарегистрировано около 1400 НКО. Половина из них имеет социальную ориентированность. Не побоюсь этого слова. Здесь закладываются некие основы такого регионального Чувашского «Сколково». Тот драйв, то желание, тот позитивный, активный посыл, который есть у нашей молодежи, у наших ребят, он меня очень даже обнадежил. И некоторые проекты меня лично даже очень заинтересовали. Подводя итоги, эксперты сошлись во мнении. Форум «Чувашия будущего. Стратегия развития 2030» – эффективная площадка для построения диалога между властью и обществом. А там, где есть диалог, там и будущее видится яснее. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Игорь Зверев. Республика. Новые средства в Старой войне. Речь о борьбе с продажей спиртосодержащих жидкостей и, проще говоря, фанфуриков в аптеках. Депутаты Госсовета Чувашия предлагают внести изменения в законодательство. Подробнее Ольга Пырычкина. Рейды общественного контроля, беседы с владельцами аптек, обличительные публикации в СМИ. Какие только средства не использовали в Чувашии для борьбы с так называемыми фанфуриками. Однако настойки, лосьоны, тоники и другие спиртосодержащие жидкости и ныне там, под прилавками аптек. Дело в том, что никаких законов аптечной сети, где эти жидкости реализуются, не нарушают. А значит, руки у городских и республиканских властей в этой войне связаны. Чтобы развязать их, депутаты Госсовета направили в адрес правительства страны два обращения. В первом они предлагают вести учет спирту, который используется для производства спиртосодержащих жидкостей, так же, как для алкогольной продукции. Более того, облагать этот спирт акцизами. Введение акцизов, это вы правильно сказали, прежде всего это будет подорожание. Ну, это значит, эти растворы в фанфуриках, эти спиртсодержащие растворы двойного назначения, они будут менее доступны, они будут дороже. Соответственно, акцизы, это те же самые налоги, которые будут поступать в бюджет государства, и их можно будет направить, в том числе и на здравоохранение. А второе письмо в адрес председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина, это письмо о том, чтобы ускорить принятие уже имеющегося в Государственной Думе законопроекта, чтобы вот эти фанфурики, вот эти растворы, медицинские, лечебные спиртсодержащие растворы, косметические растворы, хозяйственные спиртсодержащие растворы, выпускались во флаконах не более чем 25 миллилитров. Часть аптек, их теперь называют социально ответственными, уже и так перешли на флаконы в 25 миллилитров. В таком объеме, по словам провизора, спросом они пользуются в основном у пожилых людей и используются по медицинскому назначению. Жидкости мы продаем лечебные, настойки боярышника, валерьянки, пустырника, кроволол тот же самый, это все-таки людям необходимо и успокаивающее как действие. Аптеки, которые от прибыльных фанфуриков не отказались, продают асепталин. Самая распространенная тара 100 миллилитров. Самый вероятный исход при употреблении внутрь – больничная койка. Сам по себе вот этот асепталин, он наносит довольно-таки значительный вред организму. Причем за счет того, что там довольно высокая доза этилового спирта сама по себе. Плюс еще он оказывает тормозное влияние на нервную систему, на центральную нервную систему. И при хроническом употреблении его развиваются быстрее, чем обычно, допустим, употребляющих алкоголь людей. Хронические гепатиты, панкреатиты, различные язвы. То есть имеющиеся хронические заболевания, они имеют более быстрое течение, приводят людей к инвалидизации, а иногда даже к смертельным исходам. Итак, врачи за нововведение. Аптеки, которые действительно работают на здоровье граждан, тоже. Теперь слово законотворцам. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарском филиале Московского политеха обсудили перспективы подготовки специалистов издательского дела и информационных технологий. Что могут сделать региональные филиалы для медиаиндустрии? Смотрите в нашем материале. Медиаиндустрия объединяет профессионалов-гуманитариев, технарей, маркетологов и журналистов. Это целый спектр направлений, без которых немыслимо современное медиапространство. И которые дружно работают на успешные имиджи региона. Московский политехнический университет расширяет линейку специальностей в регионах. Предмет сегодняшней встречи – обсудить эти возможности, понять, есть ли запрос отрасли на таких специалистов. Уникальная особенность Московского политеха – это ориентация на реальные потребности, реальных работодателей. Отрасль испытывает дефицит квалифицированных кадров. Вернее, скажем так, отрасль меняется так быстро, что Московский политех должен стать не просто каким-то образовательным придатком к отрасли, должен стать значительной частью инфраструктуры отрасли, генерирующей и воспроизводящей для нее кадры. Сегодня же принято решение создать экспертный совет Чебоксарского филиала Московского политеха по подготовке кадров для книжной и медиаиндустрии Чувашия. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Как настроить сотрудников на клиентскую волну? Об этом говорили на межрегиональной конференции «Клиента ориентированность. Лучшие практики», в которой приняли участие представители бизнеса Чувашия. Культура общения с посетителем не только стимулирует рост бизнеса, но и формирует имидж организации нашего города в глазах посетителей, туристов и нагородних партнеров. Умение сотрудников в компании создать комфортную атмосферу для клиента определяет конкурентноспособность целой сферы. Особенностью конференции стало использование сервиса интерактивного общения. Посредством телефонов и планшетов участники конференции смогли задавать вопросы спикерам, голосовать, общаться в чатах. «50 лет назад начали об этом задумываться, но сегодня в условиях жесткого. Жесткая конкуренция становится еще более критична. И как нельзя более ключевую роль здесь играет персонал, с которым мы работаем. Ведь все, что происходит в компании, оно бывает либо потому, что делают это люди, либо наоборот, потому что они не предпринимают никаких действий. И как раз сегодняшняя наша конференция о том, как в компаниях внедрять эту самую клиента-ориентированность». В Чебоксарах разыграли награды Открытого Кубка России по женской борьбе. В этом году призовой фонд турнира составил 80 тысяч долларов. Статус соревнований высокий. Спортсменки, завоевавшие медали, будут претендовать на попадание в олимпийскую сборную. Честью вашей на турнире защищали 9 атлеток. Кто поднялся на пьедестал почета, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Это тот самый случай, когда победа дается без боя. Соперница Наталья Гольц получила травму ноги на предварительных поединках. Финальную схватку организаторам пришлось отменить. Чувашская спортсменка завоевала золотую медаль. «Есть внутри чувство такое, что не полностью свершилось все, что должно было. Что не было той схватки, за которую медаль золотую уже окончательно одевают. Но это спорт, травма бывает. И поэтому в моей ситуации вот так получилось. Вообще для чувашской сборной нынешний турнир оказался весьма успешным. В копилке команды одна золотая и две бронзовые медали. На третью ступень поднялась и Вероника Чумякова. Спортсменка признается, за победу боролась до последнего. Первая схватка была несложная, так как я выиграла 10-0. А вторая схватка за выход в финал у меня была с монголкой. Я вела в счете, но в итоге, не знаю из-за чего, очень много отдала. И в итоге я проиграла ей 9-10. Всего на открытом турнире разыграли 8 комплектов наград. В общекомандном зачете россиянки заняли первое место серебро за гостями из Монголии. В этом году за медали и уникальные кубки ручной работы боролись более 100 человек из семи стран. В активе большинство участниц награды европейских чемпионатов. Конкуренция за пьедестал почета серьезная. Мы как принимающая сторона создаем благоприятную среду для того, чтобы и судьи, и спортсмены, и тренеры, и все те специалисты, которые обслуживают на самом деле профессиональных спортсменов, которые завоевывали не раз медали на разных первенцах, на разных чемпионатах, на разных кубках, приехали к нам. Они уважают нас, они доверяют нам. То шоу, которое здесь устроили, вот этот зал красивый весь, он впечатлил всех иностранных, российских спортсменов, даже тех наших девочек, которые на Олимпиаде уже были, на крупных других соревнованиях. Поддержать спортсменок в Чебоксары прилетел и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы страны. В Чувашской республике Амар Муртузалиев частый гость. Благодаря совместной работе, отмечает он, планка турнира не снижается. В следующем году открытый кубок получит другой статус. Этот турнир у нас он открывает год, вот в этом цикле четырехлетия, поэтому для нас очень важное соревнование. Этот турнир год от года будет только крепчать, только будет набирать обороты. И в следующий раз я убежден и обещаю, что будет намного больше команд приедет. На рабочей встрече с главой республики Амар Муртузалиев заметил, что Чувашия стала столицей женской вольной борьбы. В перспективе в Чебоксарах может открыться и центр развития этого вида спорта. Медрик Ковалев, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин и Олег Якимов. Республика. Телевизионную версию турнира вы сможете увидеть на нашем канале 18 декабря в 17 часов 30 минут. В эти выходные в Чебоксарах состоялось открытие нового магазина торговой сети «Пятерочка». Событие было приурочено к стерео-юбилейных мероприятий, посвященных открытию 9-тысячного магазина компании «Х5 Ритейл Групп». Также в воскресенье в парке имени Николаева прошел зимний фестиваль «Арифлейм». Репортаж об этих событиях смотрите далее. Я Ольга Панула с вами проезжаясь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Новый магазин «Пятерочка» официально объявляется открытым! Ассортимент «Универсама» состоит из 4000 номинований товаров. Доля продукции местных производителей более 30%, а в некоторых категориях достигает 90%. Высокое качество и доступность товаров уже оценили первые покупатели. Здесь всегда свежие продукты, потому что вкусные. Большой выбор. Более 185 тысяч сотрудников, 3 известные торговые марки и 9 тысяч магазинов по всей стране. За более чем 10-летнюю историю «Х5 Ритейл Групп» заслужила признание российских покупателей. За последний год компания «Х5 Ритейл Групп» открыла более 2000 магазинов. В дальнейшем мы планируем также открывать не менее 2000 магазинов в год. Главное, что мы добились, это лояльность покупателей. И наша основная цель – это стать компанией номер один в сердцах наших покупателей. В предпраздничные дни в пятерочках республики «Аншлаг». В декабре уже традиционно в компании проходит проект «Экспятница», когда работники офисов надевают фирменные жилеты и выходят работать в магазины. Участвуют в этом все, в том числе и руководство. Они раскладывают товары и помогают покупателям определиться с выбором. Такая практика помогает лучше изучить ситуацию непосредственно в магазинах и понять, в какую сторону двигаться дальше. Подобные отношения ценят и сами покупатели. Хорошее качество по справедливым ценам – таков девиз торговой компании на протяжении многих лет. В сложных экономических ситуациях потребители не позволяют себе лишнего. Именно поэтому компания «Х5 Ритейл Групп» стала активнее работать с промо-акциями, снижая цены даже на продукты класса люкс. За окном минус 15, но в парке Николаева было по-настоящему жарко. Компания «Арифлейм» приготовила для жителей Чебоксар множество подарков. Катание с горок, на собачьих упряжках, встреча с любимыми персонажами. Попробовать себя в роли фигуриста проще простого. Тем более, когда на одном льду с тобой олимпийские чемпионы по фигурному катанию – Ксения Столбова и Федор Климов. То, что «Арифлейм» организовал здесь такой праздник спортивный, это очень здорово, потому что люди проводят время на свежем воздухе, с семьей, развлекаются, занимаются спортом, учатся, не знаю, правильно питаться и так далее. Это все очень здорово. Масфера классная. Когда в воскресенье люди собираются с семьями, когда улыбки, когда щеки румянятся от мороза. Настроение классное. Тюмень, Чебоксары, Краснодар, Нефтекамск, Саратов, Белгород. В программе фестиваля 6 российских городов, лидеров онлайн-голосования. Оно проходило на сайте компании «Арифлейм». Мы рассказываем людям и показываем, как проводить время зимой, проводить с пользой, быть активными, красивыми. Главное присоединяться к нам, к нашему сообществу людей, влюбленных в красоту, в здоровый образ жизни. Мы надеемся, что Россия присоединится к нашему движению «ЗОЖ». Люди будут смотреть, повторять, участвовать. Заниматься спортом, правильно питаться и ухаживать за собой – основные составляющие рецепта красоты. О последнем компоненте компания «Арифлейм» знает все. Производство в пяти странах, два исследовательских института и более тысячи номинований продукции. Шведскую косметику любят и ценят. На фестивале ведущие специалисты компании не только рассказали о новинках, но и раскрыли некоторые профессиональные секреты. В общем, день здоровья и красоты удался. Здесь у нас еще зона красоты, здесь мы еще делаем макияж и получаем море удовольствий. Здесь так классно, мы катались на собачках хаски, фотографировались на коньках, здесь такие звезды, получили такие подарки. Каждый из участников фестиваля «Красота как образ жизни» унес с собой не только подарки, главное – улыбки и заряд положительных эмоций. Достичь гармонии внутреннего и внешнего. С «Арифлейм» – это просто. С «Арифлейм» – это просто.